В Урюпинске встретили ковчег с мощами 54 новомучеников и исповедников российских. Среди них мощи иерархов, священников и мирян, пострадавших за Христа в годы гонений. В том числе в ковчеге находятся частицы мощей патриарха Тихона, святителя Илариона Троицкого, святителя Луки Крымского, преподобно-мученицы, великой княгини Елизаветы и многих других почитаемых святых. Прибытие святыни на Хаперскую землю состоялось в рамках общецерковных мероприятий, посвященных столетию революции 1917 года в России и начала эпохи гонений на веру. По благословению святейшего патриарха Кирилла были сформированы несколько ковчегов с частицами мощей святых новомучников, чьи останки были обретены, которые в течение этого года будут проведены по всем епархиям Русской Православной Церкви. Возле ковчега с мощами новомучников и исповедников Церкви Русской в Покровском кафедральном соборе было совершено соборное богослужение. Ковчег побывал в нескольких храмах епархии. Так приехал он и в поселок Новониколаевский, история которого берет начало еще в 70-х годах 19-го столетия и связана с появлением здесь железной дороги. В 2012 году здесь появился храм, посвященный батюшке Серафиму. Поздравить прихожан с престольным праздником приехал Владыка Елисей. Крестным ходом он прошел с молящимися вокруг храма, который стал не только духовным центром поселка, но и тем местом, куда приходят в дни памятных дат, посвященных дню Новониколаевского муниципального района и Новониколаевского городского поселения. Особым подарком для местных жителей стало и то, что на праздник в храм была доставлена святыня, ковчег с частицами мощей новомучников и исповедников Церкви Русской.